МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Революция 1917 года. 7 ноября вся страна отмечает день Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с этим у меня первый вопрос. Степан Степанович, как разворачивались события 1917 года? Ну, все вы знаете, что революция Великой Октябрьской социалистической произошла в октябре 1917 года, а до этого была буржуазная революция, которая произошла в феврале 1917 года. Дело в том, что как раз Россия участвовала в Первой мировой войне, понесла большие потери там человеческие. В стране наступил кризис, в стране росло недовольство. В таких городах, как Москва и Питер, начался голод. И в феврале было смятено царство Николая II, и пришло временное правительство. Но временное правительство бездействовало, ничего не делало, продолжало войну до победного конца. В результате народ взбунтовался, и под руководством великого вождя Владимира Ильича Ленина была совершена революция в октябре 1917 года. Насколько мирным путем она проходила, или это было все-таки кровопролитное событие? Совершенно мирным путем. Почему? Потому что власть лежала. Власть довела до того, что у нее не было доверия среди масс населения. И потому было двоевластие, были советы, было временное правительство. И потому Аврора произвела холостой залп, и зимние взяли почти без боя, там пару выстрелов, и банки, телеграф, телефоны, все было взято под охрану. И власть перешла мирным путем к советам. Вот и произошла таким путем революция. Светлана Степанович, в таком случае война против классовых врагов, расстрел царской семьи и ряд других исторических фактов, названных красным террором. Что это? Это методы мирного решения ситуации? Ну вы понимаете, что кто бы там что ни говорил, но красный террор это был ответом на белый террор. Но произошла революция, первая в мире социальная революция рабочих и крестьян, которые пришли к власти. Зарождался социализм, зарождались истоки его. Ленин был в поисках форм управления. И тут наваливается на новую социалистическую республику страны-антанты, и в том числе белогвардейцы, которые не приняли советскую власть. Надо сказать, что большая часть офицеров, офицерского состава, где-то больше 45% приняла советскую власть и пришла в эту сторону, и служила в ее рядах. Но остальная часть была недовольна по разным причинам, по материальным, по идеологическим и так далее, по религиозным. И поэтому они, естественно, стали противодействовать. Начался белый террор, так называемый. Они начали взрывать здания, взрывать обстановку, накалять, проводили работу, начался террор белый, начали убивать красноармейцев, убивать чекистов, убивать коммунистов, убивать просто обыкновенных рядовых граждан, которые приняли советскую власть с большим удовольствием. Поэтому, вот даже берем Википедию, чтобы не было больше никогда спорников, что раньше был, белый террор или красный террор. Вот сама Википедия, буржуазная энциклопедия, пишет, что белый террор начался в июле 1918 года. Белый террор. Первый берем постановление Совета Министров, постановление советской власти, народных комиссаров. Вот оно, это постановление от 5 сентября 1918 года. Пожалуйста, я могу даже показать всем. Теперь становится понятным, что красный террор был ответом на белый террор. Почему? Потому что иначе по-другому было нельзя спасти советскую власть. Все хотели мирным путем, хотели по-хорошему, по-доброму, но по-доброму не получилось. Почему? Потому что противодействие было белогвардейцам. Мало того, их еще поддерживала страна Антанты, это буржуазные страны капитализма, которым не нравилась советская власть, которым не нравилось то, что происходит в Советской России, которые хотя сами довели до этого всего, до этих революций, буржуазной и социалистической, они даже до этого довели. Они же ослабляли царскую власть. Им же не нравилось, что Россия ввязалась в Первую мировую войну. Вот германцы и остальные. И теперь, опять же, все это сделано было их руками, их деньгами. Народ восстал, народ не захотел такой жизни, народ добивался справедливости, пришла советская власть, им опять не нравится. Вот в этом вся суть буржуазной идеологии, в этом вся суть и сегодняшних либералов. Им все время все не нравится, все время все не так. Я понял вашу позицию, спасибо большое. Но если мы говорим вообще о таком важном историческом событии, назревает главный вопрос. Что побудило людей собрать восстание, свернуть Временное правительство? Ну я же еще раз к этому возвращаемся. Временное правительство бездействовало, оно ничего не сделало. Оно обещало много народу и ничего не дало, совершенно ничего не дало. Войну продолжило дальше до победного конца. Все занималось только тем, что грабило народ, эксплуатировало народ, ничего для этого не делало, совершенно ничего. Только одни лозунги были, одни слова, а когда доделали, ничего совершенно не происходило. То есть это была вот та точка кипения, которая... И поэтому, конечно же, тут на этой волне, ведь в феврале 1917 года коммунистов-то было немного. И не сильно на идеи коммунизма все смотрели. И так, знаете, искоса. Но когда увидели, когда пришла буржуазная власть, и когда они начали продолжать то, что продолжалось при царизме, конечно, народу это не понравилось. Конечно, все, конечно, сразу идеи социализма, это власть советам, земля крестьянам, фабрики рабочим, это самые были те ходовые лозунги, которые поддержал народ. Степан Степанович, перенесемся в сегодняшние дни. Одна из главных проблем общества — это огромный разрыв между богатыми и бедными слоями населения. На ваш взгляд, как можно решить эту проблему? На мой взгляд, вы понимаете, эта проблема была решена 100 лет назад, в октябре 1917 года. Но, знаете, такое есть, были коммунисты, были революционеры, а потом к власти пришли перерожденцы, пришли о том, что Ленин говорил, о ревизии капитализма. Вот оно у нас состоялось в конце 80-х годов, когда пришли к власти, будем так говорить, приспособленцы и переведочи, во главе с Горбачевым. И поэтому произошла реставрация капитализма у нас в России. Но я думаю, что то зерно, которое было посеяно в октябре 1917 года, оно проросло. Ведь, посмотрите, революция дала всему миру какие примеры. Это и всеобщее школьное образование, это всеобщее бесплатная медицина, это и прорыв в космос, это и победа над фашизмом. И ряд, ряд мы можем перечислять долго-долго плюсов, сколько было у советской власти. И, конечно же, это повлияло и на страны Запада. Там социализировалось у них буржуазное правительство, и они тоже, смотря на Октябрьскую революцию и боясь, чтобы к ним не пришла власть пролетариата, они стали вводить эти социальные нормы и в медицине, и в образовании, и так далее, и так далее, и так далее. То есть она оказала очень сильнейшее влияние на весь мир, и сегодня продолжается ее воздействие. Вы посмотрите, страны Запада сейчас вошли в фазу глобального перманентного кризиса, из которого они не могут выйти никак. И кризис наславится один на другой, наславится один на другой. Этот ком растет, проблемы не решаются. Они собирают двадцатки, собирают восьмерки, ищут пути выхода. Пути выхода нет, кроме одного. Есть две идеологии мира, капиталистическая и социалистическая. Нету третьего пути, ищи, ищи. Вот Шах искал в Иране, и его свергли. Каддафи искал третий путь религиозный, ничего не получилось, его повесили. И никто никогда не найдет, никакого пути нет. История сложилась так, что есть капитализм, и за ним идет социализм. Вот, пожалуйста, пример Китая. Вот говорят, Китай не то, Китай, значит, там капитализм развивается, ничего подобного. Там обыкновенный ленинский неб. Обыкновенный ленинский неб на современном этапе. Ленин, когда произошла революция, он был в поисках экономической стратегии развития страны. Он же как? Прошел через военный коммунизм. Вы же помните, когда после революции была протразвездка. Почему нужен был военный коммунизм? Во-первых, страна лежала в руинах, ее надо было собрать в кучу. Как ее собрать было в кучу? Значит, нужна была национализация. Значит, военный коммунизм патронизовал централизацию экономики в одних руках, и это надо было все собрать. Была определена национализация во всех сферах. Но шла гражданская война, и поэтому развивать экономику было очень сложно. Поэтому была введена протразвездка. Но когда этот момент прошли, полгода, Ленин понял, что протразвездка – это не то, что надо было. И он ее заменил другим налогом. И так зародился НЭП. Степан Семенович, я понял, да, мы должны идти по пути Китая. Еще раз поговорим о сегодняшних днях. Насколько я знаю, вы являетесь сторонником идеи переноса Дня народного единства, напомню, с 4 ноября на 7-е. Связано ли это как-то с событиями Октябрьской революции? Ну, если так рассуждать, с Октябрьской революцией все связано. Как ты не крути, все вокруг Октябрьской революции крутится. Многим не нравится, что Октябрьская революция произошла. Декоммунисты пришли в власти, позабирали у них награбленное у народа имущество, национализировали все. Конечно, они остались недовольны. И эта идея капитализма, которая сейчас превалирует в нашем обществе. У нас сейчас капитализм, будем говорить честно и открыто, социализма нету. А остались от него рожки до ножки. И сегодня эти новые, пришедшие новориши, которые сейчас у власти или вокруг власти, которые этими, благодаря ваучерам, позабирали у народа все то, что было его достоянием и пользуются, я не заслуженно считаю, они пользуются этим. Конечно, им революции не нравятся. И поэтому в этом поиске они понимают, что надо консолидировать нацию, консолидировать народ. Начали искать альтернативу. Какая альтернатива? Вот нашли единство. Вот нашли смутные времена. Вот нашли Минина и Пожарского. Хотя я считаю, единство, да, там было, но там какое единство было проявлено? Не хотели бояре выступать против поляков? Не хотели. Семьи боярщина процветала. Они, эта компрадорская верхушка продавалась то светом, то полякам. Там с народа пришли люди. Минин, кто? Человек из народа. И они даже и здесь, когда пришло ополчение, они организовали, они не хотели его финансировать. И он сказал, кто не хочет финансировать на ополчение, значит в холопы пойдут их жены и семьи. И теперь я как понимаю, да, это вот ваша основная идея, почему необходимо перевести. Ну, теперь смотрите, поляков, когда сидел Дмитрий уже в Москве, их же туда ополченцы, когда пришли, окружили Москву, то они когда зашли туда? Они в Китай в город зашли 5 ноября. А с 6 ноября сдались поляки, вышли из Кремля. Уже никак не 4-го. Поэтому необходимо. Я считаю, что дата должна проходить с 7 ноября. Как вот у нас 8-го подписали фашисты капитуляцию, а 9-го мая у нас праздник победы. Вот 7 ноября обязан быть праздником победы, если так у нас решила. Но единство, я считаю, было еще гораздо раньше, когда происходила Куликовская битва. Когда и русские войска, и многие татары, перешедшие на сторону русских князей, выступили против татарам Удовольского иерна. И Степан Степанович, у нас остается несколько минут эфирного времени. Насколько я знаю, вы хотели сделать обращение к нашим зрителям, поэтому, пожалуйста, вам слово. Дорогие товарищи, 7 ноября – это знаменательная дата во всемирном масштабе. Столетие Великой Октябрьской социалистической революции. И мы, крымские коммунисты, проводим свои мероприятия 7 ноября на площади Ленина. В 10.40 собираемся на улице Самокиша, и в 11 часов выступает колонна демонстрации к памятнику Владимира Ильича, где будет митинг, после чего всех мы вас приглашаем на концерт, который состоится в Украинском драматическом театре. Всех я вас приглашаю туда. Всех поздравляю со 100-летним юбилеем. Обязательно все проходите, потому что это были наши деды, это наши герои, это наша память, и ее забывать нельзя. И следующий юбилей будет, опять же, через 100 лет. Мы с вами, конечно, не доживем. Поэтому я вас приглашаю на 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Спасибо большое, что побывали у нас сегодня в гостях. Я напоминаю, сегодня в студии был депутат Симферопольского городского совета от Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Степан Кискин. Мы прощаемся. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова